Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Здравствуйте! Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. И вот о чем расскажем сегодня. Введение QR-кодов, рост цен на продукты, четырехдневная рабочая неделя, о чем журналисты со всего края спрашивали главу региона во время прямой линии. Брошенные гаражи, огромные заросли – не такой должна быть территория у храма, решили барнаульские энтузиасты и готовы сами навести порядок. Алтайский стрелок Сергей Каменский взял бронзу Олимпиады. Больше 10 тысяч жителей края нужно вакцинировать каждый день, чтобы достичь коллективного иммунитета и справиться с пандемией. Об этом заявил сегодня губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии с журналистами. Вопросы главе региона задавали разные, но основной блок касался все же пандемии. И пока темпы прививания недостаточные. Анара Шагирова продолжит. Прививающихся стало втрое больше, заявил глава региона. Сегодня в краях 460 тысяч человек. Из них 340 тысяч получили обе вакцины, остальные – 120 – одну. Однако этого все еще недостаточно. Отталкиваясь от численности взрослого населения края, что примерно это 1 миллион 800 тысяч человек, жители старше 18 лет в крае живут, для того, чтобы выходить на цифру 60%, так для формирования такого коллективного иммунитета, скажем, необходимо, то есть 1 миллион, примерно 100 тысяч человек вакцинировать. В 95% случаев люди прививались спутником ВИП, причем заболевших среди 360 тысяч, получивших обе вакцины, заболели всего 2 тысячи. Но болезнь проходит в легкой или бессимптомной форме. В то же время среди непривившихся количество больных продолжает расти. Из 5 тысяч коек в ковидном госпитале свободно только около 700. Почти 800 человек в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 230 из них на ИВЛ находятся. Это очень серьезные цифры и это очень тяжелая ситуация. Добавим, в связи с ростом числа коронавирусных больных, изменений в оказании плановой медицинской помощи пока не предвидится. По словам губернатора, даже при ухудшении ситуации неотложная или экстренная помощь сохранится в любом случае. Анара Шагирова день с толком. Кстати, с этого дня для части населения края вводится обязательно вакцинация. В течение месяца первую дозу препарата должны поставить большинство из нескольких десятков сфер. Среди них, конечно, здравоохранение, образование, кроме того, общественный транспорт, туризм и спорт, ЖКХ, госслужба и другие. По подсчетам регионального распотребнадзора, укол поставят примерно 174 тысячи человек. До 19 сентября все эти люди должны пройти полный цикл вакцинации от коронавируса. Поставить препарат можно в поликлиниках или мобильных пунктах. Последних в крае уже больше сотни. Ответственность за обязательную вакцинацию, как и ранее, возложена на работодателей. Если их сотрудники будут отлынивать от прививания, им грозят штрафы. Еще одна мотивационная мера от Минтруда страны – за отказ от укола, отстранять человека от работы и лишать его зарплаты, если уважительная причина отказа не подкрепляет медотвод. А тем временем, в последние дни уровень заболеваемости коронавирусом в регионе держится практически на одном уровне. Сейчас в ковидных госпиталях края осталось всего 15 свободных мест. Ситуация крайне непростая. Выросло и потребление медицинского кислорода. Так, до пандемии регион нуждался примерно в 10 тоннах кислорода в сутки. В эти дни расход вырос практически в 5 раз, а производят его в крае всего на уровне 5-7 тонн. Виктор Томенко поручил увеличить производство медицинского кислорода, так как пока его приходится покупать в других регионах страны и даже в Казахстане. Кроме того, он поручил проработать вопрос господдержки для нового производства. Продолжает быть рекорды и смертность от коронавируса. За сутки от ковида скончалось 23 человека. Лечение в ковидных госпиталях проходит больше 3000 человек. Накануне замминистра здравоохранения региона посетила инфекционное отделение Славгородского округа. Наталья Беловская посетила несколько больниц в самом Славгороде, а также в Благовещенске и в Яровом. В ковидном госпитале Ярового, кстати, проходят лечения не только жителей района, но и пациенты из других регионов страны. Это в первую очередь туристы. На прошлой неделе мы делали материал о том, что местные врачи советуют не приезжать в Алтайский город с признаками болезни. Более того, медики нам подтвердили, что наодных приезжают с открытым больничным. Замминистра пообщалась с больными, как лечат, ухаживают, кормят. А также проверила медицинские назначения и проведение диагностических исследований пациентам. Вопрос нехватки реанимационных коек будет решен. Уже через две недели в красной зоне 12-й горбальницы Барнаула расширят реанимационный коечный фонд с 6 мест до 18. Поможет ли это решить проблему экстренной медицинской помощи в условиях ухудшения эпидобстановки? И достаточно ли врачей для работы в реанимации узнавала Валентина Аскерова? Новый потолок, обновленная система вентиляции, отопление. Частично заменен водопровод. Капитальный ремонт 12-й горбальницы стартовал больше полугода назад. На сегодняшний день реанимационное отделение готово на 90%. В данный момент мы заканчиваем делочные работы. Это облицовка стен панелями декоративными, монтаж потолка, тоже панели. Монтаж светотехнического оборудования, светильники, выключатели, розетки. Реанимационное отделение будет принимать тяжелых пациентов с ковид-инфекцией. Уже через две недели получить экстренную помощь здесь смогут не 6 заболевших, а 18. Но если эпидобстановка еще сильнее ухудшится, то реанимационное отделение сможет принять 24 пациента. Мощности отделения позволяют, отмечает главный врач больницы. А вот кадровый вопрос по-прежнему стоит остро. Не хватает 14 реаниматологов. Я понимаю, что сейчас нациологи-реаниматологи одни из самых востребованных профессий. В этом году уже приходят 4 нациологи-реаниматолога в 11-ю городскую больницу. В следующем году приходят 2 нациологи-реаниматолога к нам, ординаторы уже готовые будут, и 1 в 11-ю городскую больницу. И в этом году заключается уже на 11 ординаторов, 2 года будут нам готовить АГМУ их. То есть, в принципе, кадровый вопрос уже по нациологи-реаниматологов будет решен в ближайший год. К слову, на капремонт реанимационного отделения из бюджета края было направлено около 50 миллионов рублей. Кстати, уже через 2-3 года количество реанимационных коек здесь увеличится до 30. И в мирное время будет принимать не только тяжелых ковид-пациентов. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Министр образования Алтайского края Максим Костенко покидает свой пост 2 августа. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции. Об этом уже говорили, но сегодня информация получила официальное подтверждение. По предварительным данным, главе ведомства предложили перейти на другую работу, и он намерен перебраться в Москву. А вот куда именно уходит министр, не сообщается. Алтайского предпринимателя, которого судят за продажу кондитерского мака, отправили в СИЗО. Это история Сергея Сиренко, которого обвиняют в контрабанде наркотиков. На прошлой неделе Краевой суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу вместо подписки о невыезде. Правда, после заседания, в ожидании правоохранителей, Сергей простоял у суда час и отправился домой. Но к вечеру за ним все-таки приехали. Валентина Аскерова продолжит. Под конвоем, как рецидивисты на улучшниках. Ну, как-то все. Спустя четыре часа после судебного заседания за мужем Маргариты все-таки пришли. Напомним, ее супруга Сергея Сиренко уже несколько лет судит за контрабанду кондитерского мака. Этим летом мужчина не смог посетить несколько слушаний, лежал в больнице с гипертоническим кризом. Освоение явки предупреждал каждый раз. У нас, допустим, 18-го числа заседания, 17-го числа секретарь судьи центрального района мне звонит и говорит, что вот, как у вас здоровье? Я говорю, вот я нахожусь в стационаре. Можете явиться? Нет, не могу. Я нахожусь в стационаре. Мне спрашивают, где я? Я говорю, там-то, там-то. То есть, все хорошо, мы будем делать запрос. Вопреки этому, центральные районы суд и позже Краевой изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, мол, лицо скрывалось от правосудия. Но, по словам экспертов, заключение мужчины под стражу до окончательного приговора вполне законно. Ведь и любое нахождение в стационаре, объясняет юрист, является уважительным. Нужно доказать тот факт, что лицо действительно по объективным причинам не могло явиться в процесс. То есть, если были какие-то заболевания сердцем, что какие-либо движения или посещение иных учреждений вне больничных создавало бы угрозу жизни. Как я понимаю, данного обстоятельства доказано не было, ввиду чего практика по ужесточению обеспечительных мер является нормальной. Остается вопрос, почему не было доказано серьезное состояние Сергея. С самого начала семью защищают адвокаты, но Сергею приходится самому изучать законы и пытаться себя защитить. С пятницы Сергей находится в СИЗО. Как-то держался, как-то храбрился. До последнего, когда я приехала даже на поезд, когда я приехала, все-таки в три ночи. Близко не дали подойти, но рядом стояла, улыбался, стояла. Но возможность обжаловать решение суда у семьи все еще есть. Маргарита сейчас готовит жалобу в кассационный суд в Кемерово и готова дойти до Верховного. А сейчас она в очередной раз ходатайствует, чтобы ей самой разрешили защищать супруга в суде наравне с адвокатом, который, по ее мнению, не оказал своему клиенту должной защиты. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Брошенные гаражи, огромные заросли, удручающий вид открывается прямо перед Покровским храмом в Барнауле. Не по-людски решили двое барнаульцев и своими силами хотят сделать на этом месте сквер, чтобы люди могли спокойно посидеть и отдохнуть. Казалось бы, есть энтузиасты, которые готовы работать самостоятельно, что может помешать. Но один нюанс и есть. Слово Дмитрию Дроздову. Вот там тоже земля была навалена. Мы сдвинули трактором, щепень насыпали. Игорь Афонин здесь не живет. Он предприниматель. И вот цех находится прямо напротив Покровского собора. Казалось бы, святое место, за которым следит Бог, но не следят люди. Он туда дрова насыпал, сюда к нам на шуме ставил. Я говорю, ну убери дрова. Дрова не убирал месяц. Больше Пасха была. Они так лежали. От сюда дороги. Ну как-то стыдновато перед церковью. Мужчина уверен, это место нужно облагородить, сделать приятным и удобным для прихожан храма. Так энтузиасты сами проводят субботники, убирают мусор между гаражами. А дальше они планируют убрать старые, почти заброшенные гаражи. На их месте сделать уютный сквер с лавочками и расширить парковку храма. Сейчас прихожанам на автомобилях во время службы просто некуда встать. И первым делом самое сложное найти собственников этих гаражей. Поиск владельцев уже ведут. С ними пройдут переговоры о переносе гаража. Если, соответственно, мы не найдем собственников и не придем к определенному знаменателю, то процедурный момент подразумевает администрации города Барнаула дать статус этим объектам, как бесхозно. И дальше уже КУМС на основании этого статуса может снести, демонтировать эти гаражи. Администрация города готова помочь в этом вопросе. Но проблема с парковкой не единственная. Энтузиасты уже начали приводить в порядок блиц лежайшую территорию. Положили асфальт, построили тротуары. И в буквальном смысле столкнулись с тем, что некоторые жители вынесли свои заборы или пристройки за красную линию. Тротуары сузились и людям приходится ходить по краю дороги. А в зимнее время из-за сугробов и вовсе по дороге. Красная линия обозначает границу дорог и зон под коммуникацией. Ее нельзя пересекать. Это запрещено законом. За это предусмотрены очень серьезные штрафы. И, собственно, это будет даже самое безобидное. А в худшем случае администрация имеет полное право потребовать устранить нарушения, привести в первоначальное положение все. Как только эти проблемы разрешатся, можно будет приступить к масштабному благоустройству, которое энтузиасты готовы сделать за свой счет. Расширить парковку, посадить деревья, поставить лавочки, а может быть и небольшой фонтан, чтобы люди могли отдохнуть, а перед храмом не было стыдно. Дмитрий Дроздов, Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. История через детали. В художественном музее «Край» открылась мини-выставка, посвященная Дню Крещения Руси. В ней всего несколько экспонатов, и это все медные кресты. Например, этот изготовлен в крупном центре старообрядческого искусства «Гослицы». По словам сотрудников музея, это уникальный экспонат. Такие кресты отличаются от обычных архаичными мотивами и прорезными изображениями. Про другие известно меньше, что все они из старообрядческих литейных мастерских. Гостям представят шесть медных крестов XIX века и расскажут, чем отличаются православное и католическое изображения распятия Иисуса Христа. Какой формы должен быть крест согласно православным канонам, и что означают надписи над распятием. Выставка работает до конца августа. Алтайский спортсмен стал призером Летней Олимпиады в Токио. Бейчанин Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой взяли бронзовую медаль в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В борьбе за третью строчку россияне обошли спортсменов Южной Кореи со счетом 17-9, однако уступили командам из США и Китая. Именно они поборются в финале за золото. Для российских спортсменов бронзовая медаль от дуэта Каменского и Каримовой уже третья в общей копилке. А у самого Сергея еще будет шанс побороться за первую строчку. 2 августа он поспорит за медаль Олимпиады в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. И к новостям местного спорта. Футболисты «Динамо Барнаул» сегодня провели контрольную тренировку, после которой отправились в Омск. Там подопечная Александра Суровцева сыграют против местного Иртыша в одной 128-й финала Кубка России. Какой настрой у футболистов и как дела с составом на тренировке побывал мой коллега Дмитрий Дроздов. К встрече в рамках Кубка России команды подходят с разными проблемами. Если у мячей это легкая недооценка соперника, то у барнаульцев проблемы с составом. В Омск не поехали из-за болезни Чудояков и Шибаев, а Михаил Осипов получил травму. Из хороших новостей 99%, что легионер Антон Кобялко наконец-то в матче сыграет. Я думаю, будет тяжелый матч. По какой причине, даже не хочу плакаться, что у нас составом проблемы. Даже нет, все-таки это их манеж. Дышится там намного тяжелее. Скажем, это их преимущество. В Кубке России Иртыш и Динамо между собой встречались 6 раз. И статистика личных встреч в этом турнире на стороне белоголубых. Динамо-Овцы обыгрывали мячей 4 раза, а проигрывали всего 2. Как будет на этот раз, неизвестно. Состав у Иртыша обновился и нужно им сыгрываться. А вот у барнаульцев изменения минимальны и взаимопонимание между игроками намного лучше. Хороший настрой завтра будет. Интересная игра. В Сомском давно не играли. Они там в ФНЛ от нас выходили ненадолго. Так что я жду этот матч с хорошими ожиданиями. Хочется в Кубке пройти дальше. В форме нахожусь не знаю в какой. Три недели тренируюсь. Не играл. Игрового тонуса маленько нет. Потому что мои партнеры сыграли уже три игры. А я только тренируюсь. Ну, думаю, все нормально будет. Сразу после тренировки команда отправилась в Омск. Матч против Иртыша состоится завтра в 20.00 в Манеже «Красная звезда». Борьба за выход в следующий этап Кубка России будет напряженной. Ведь чем дальше команда пройдет, тем больше шансов, что в Борнаул вновь приедет клуб из премьер-лиги. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Смотрите нас не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!